Новые меры по борьбе со взятками и так называемыми откатами обсуждали сегодня в Кремле. Состоялось заседание Совета по противодействию коррупции, провел его Владимир Путин. По словам президента, антикоррупционные законы в нашей стране и практика их применения отвечают мировым стандартам. Однако побороть это зло сегодня-завтра не получится. Тем не менее, двигаться вперед необходимо. В частности, нужно предпринимать более жесткие действия по изъятию имущества и активов, добытых незаконно. В минувшем году из 15,5 миллиардов рублей, подлежащих взысканию, удалось вернуть в бюджет только около 600 миллионов. Необходимо совершенствовать работу структур, которые контролируют расходование бюджетных средств. Важно уже на ранних этапах выявлять личную заинтересованность тех, кто недобросовестно распоряжается бюджетными средствами. Вскрывать факты использования подставных или аффилированных организаций. Исключить конфликт интересов. Нужно совершенствовать и такой антикоррупционный механизм, как изъятие и обращение в доход государства имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные деньги. В целом, граждане положительно оценивают антикоррупционную работу, проводимую на федеральном уровне. Но этого совершенно недостаточно. Люди сталкиваются с коррупцией на местах, с так называемой бытовой коррупцией. В общем, работы здесь очень и очень много. И вопрос не в том, чтобы с сегодня на завтра добиться ярких каких-то побед на этом поприще. Наверное, это и сложная задача, может быть, даже труднодостижимая. Но если мы остановимся, будет хуже. Двигаться нужно только вперед. Еще раз подчеркну, ответственность за снижение уровня коррупции на территориях несут главы субъектов федерации. Ряд важных предложений по борьбе с коррупцией внес и глава президентской администрации Сергей Иванов. Их планируется оформить законодательно. Предлагается рассмотреть вопрос о введении отдельного состава преступления, устанавливающего ответственность за дачу или получение взятки в сумме до 10 тысяч рублей. В качестве наказания за такие правонарушения мы считаем, что можно установить штрафы и исполнительные работы. А расследование таких преступлений проводить в форме дознания с определением их подсудности мировыми судьями. Мы все знаем, что нередки случаи уклонения от уголовной ответственности путем передачи взяток третьим лицам, формально не связанным с взяткополучателем. Или наоборот, когда само злоупотребление властью происходит в пользу лиц, формально никак не связанным с лицом, дающим взятку. Вы понимаете, о чем идет речь? Когда потенциально взяткополучатель говорит, мне ничего не надо, вот ему что-нибудь отнеси. А это оно, она или он, формально никакого отношения к должностному лицу не имеет. И вот здесь еще существует, на мой взгляд, прореха законодательства. Прореха законодательства. Продолжение следует...